Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами студии я, Сергей. Змеи, в том числе и ядовитые, живут не только в экзотических странах. Встретиться с ними можно практически на всей территории России. Обычно такие встречи вызывают панику и непонимание, что делать в случае нежданной встречи. Какая бы вам змея не встретилась, ядовитая или нет, в любом случае лучше ее обойти стороной. Мало кто знает, но в России есть 6 видов опасных змей, чей укус может как минимум вывести вас из строя на 3-4 дня, а как максимум привести к летальному исходу. В этом выпуске я расскажу, на какой территории вы можете встретить наиболее опасных присмыкающихся, какая из ядовитых змей способна атаковать прыжком в расстоянии 2 метров, чего ни в коем случае нельзя делать при укусе и как правильно оказать помощь человеку в подобной ситуации. Ну и для начала давайте тогда разберемся с самыми популярными 6 видами змей на территории нашей страны, которые являются ядовитыми, но не все являются смертельно опасными для человека. Самая распространенная ядовитая змея России это обыкновенная гадюка, она обитает практически на всей территории нашей страны. В основном предпочитает болотистую какую-то местность и поля и смешанный лес, даже бывают они в берегах водоемов. Особенно активна в конце весны и летом, длина ее примерно 60 см и окрас у нее серый или красно-бурый, иногда с черными даже вкраплениями. Гадюка в свою очередь достаточно пугливая и кусает только в случае самообороны, если ее сильно потревожить, в противном случае всегда предпочитает бегство от человека. Укус этой гадюки не особо опасен, он редко приводит к гибели людей, в основном встречается типичная жгучая боль в месте укуса, отек и аллергические реакции. Ну также бывают у людей возможны тошнота, срвота, головокружение и бледность. Обычно симптомы держатся до 3-4 дней и проходят бесследно абсолютно. Далее в нашем списке опасных для человека змей это степные гадюки. Во многом это некая такая сестра обыкновенной гадюки по повадкам и образу жизни вообще никак не отличается от обыкновенной. Укус степной гадюки также не смертелен, но может быть достаточно болезненным и грозит развитием аллергической реакции. Обитает она в основном в степной местности, в хвойных лесах и засушливых территориях. Внешне эта змея длиной до 60 см, не более, имеет буро-серый цвет, нечеткие пятна по бокам и темную полосу вдоль хребта. Далее в нашем списке опасных змей это кавказская гадюка. Еще одна двоюродная сестра обычной гадюки, но имеющая более насыщенную и яркую окраску. Ее ключевое отличие от своих лесных степных сестриц это яркая окраска шкуры, имеющая оранжево-желтый окрас или красно-кирпичный цвет. Встретить ее можно преимущественно на территории Краснодарского края и прилегающих к Краснодарскому краю областей. Наряду с другими видами гадюк, кавказская не нападает первый и также предпочитает в первую очередь бегство. Но если наступить ей на хвост или начать бить палкой, к примеру, она будет нападать все-таки. Яд не смертелен, но место укуса болезненным будет и возможно даже такие же аллергические реакции. Далее в нашем списке это щитомордник. Это единственная змея с вибрирующим хвостом. В длину эта змея достигает 70 сантиметров и даже больше. В нашей стране ее можно встретить в различных регионах внизу Едона, Сальской степи и в прибрежных регионах Волги или Приморья. Редко, но также встречаются и на Дальнем Востоке такие. Щитомордник вообще не агрессивен и предпочитает скрываться от опасности. И атаковать будет только в самой безвыходной ситуации, если нет возможности отступить или бежать. О возможности нападения будет говорить уже вибрирующий кончик хвоста. То есть, если вы услышите подобный треск, скрежет, то стоит остановиться, осмотреться, не двигаться, а постараться найти источник этого звука и отдалиться от него. В противном случае тогда уже щитомордник будет атаковать и вас. Укус его очень болезненный, но смертельной опасности никакой не несет. Если змея кусает в области мягких тканей живота, то есть в брюшную область, возможно внутреннее кровотечение и даже некроз тканей. Недомогание после укуса длится примерно неделю, затем наступает выздоровление, то есть также бесследно. Еще один опасный персонаж в нашем списке – это тигровый уш. Змея эта достигает метра в длину и обладает самой яркой тигровой расцветкой. Обитает преимущественно в дальневосточных регионах. Предпочитает местность с болотами, речками и высокой влажностью. В общем, где сыро, там он и будет находиться, этот уш. Особенность тигрового ужа в том, что он может быть и безвредным, и даже ядовитым. Это все будет зависеть от того, чем он питается. Если это ядовитые жабы в его рационе, то и сам уш станет ядовитым. Если же в его рационе мало амфибий, то он не представляет никакой опасности. Даже после его укуса у вас не будет ни температуры, ни тошноты, ни рвоты, ни головокружения. Просто будет ощущаться боль и жжение в области укуса. Ну и, наверное, самая опасная и самая ядовитая змея на нашей территории России – это гюрза. В длину ее тела может достигать двух метров. Встретить эту красавицу можно будет в Дагестане или на Северном Кавказе в общем. Она имеет сероватый или коричневый оттенок шкуры. Относительно неагрессивная змея, но в случае опасности может молниеносно атаковать при приближении к ней на достаточно близкое какое-то расстояние. Гюрза быстрая, и если она примет ваши действия за агрессию, атакует молниеносно, совершая прыжки на расстоянии собственного тела, то есть до двух метров совершая прыжок. Кроме того, эта змея отлично лазит по ветвям деревьев, поэтому в случае прогулок на территории Северного Кавказа, и в частности в Дагестане, уделяйте обширное внимание тому, под какими кронами деревьев вы все-таки ходите. Как вы уже поняли, да, что яд змей оказывает на организм гемолитическое воздействие, и при укусе развиваются местные явления, это боль, отек и множественное кровозлияние в области укуса. Кроме того, происходят внутренние кровозлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов. На месте укуса чаще всего остаются две глубокие раны от ядовитых зубов, но встречается и после укуса одна рана, поэтому не обольщайтесь. В таком случае вы тоже были укушены, возможно, даже ядовитой змеей. Кровь в этих ранах быстро запекается, и кровотечения из них почти не бывает. Окружающие ткани оттекают и сразу же синеют. Если поражена, например, кисть руки, то через полчаса пальцы перестают сгибаться от очень болезненного отека, который может распространиться вплоть до локтя. Пострадавшего может тошнить, температура его тела повышается и возникает чувство озноба. Резко ухудшается работа сердца, возникает головокружение и рвота, так как происходит сильнейшее поражение кровеносной системы, сопровождающейся, в свою очередь, внутренней кровопотерей и резким падением кровяного давления. Наблюдается возбуждение и судороги даже у пострадавшего. А смерть может наступить уже и через 30 минут, но иногда бывает через сутки даже более. Неверные действия при оказании помощи часто приносят не меньший ущерб здоровью, чем сам укус змеи. И тут мы переходим к блоку, чего нельзя делать при укусе змеи. Ни в коем случае нельзя разрезать место укуса крестообразно или вырезать пораженный участок, как мы это видим в некоторых фильмах-боевиках, где герой самостоятельно вырезает себе место крестообразным надрезом и якобы спасает себя от яда. Порезы случайными предметами, ножами, осколками стекла приводят к инфекциям и к поражению вены сухожилий. Прижигать ранку также нельзя раскаленным на огне предметами, углями от костра или порохом даже. Ядовитые зубы змей достигают сантиметра в длину и яд глубоко проникает в мышечную ткань. Также совершенно бесполезно и даже опасно прижигать место укуса едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами или керосином даже, а также закрывать паутины и присыпать землей, как некоторые лесники, как некоторые грибники и егеря советуют людям. Это также нельзя делать, это опасно для вашего здоровья. Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, при этом провоцирует гангрену и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой в крови, но распространение яда никак не задерживает. Следует также помнить, что алкоголь не только не является противоядием, а наоборот. Алкоголь усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма, так что если вы решили спасти своего товарища или себя с помощью алкоголя, это очень плохая идея, не стоит этого делать. Ну и после всех запретов давайте уже тогда перейдем, что же нужно делать для оказания первой помощи укушенному змеей. Сразу же после укуса необходимо уложить пострадавшего и обеспечить ему полный покой, по возможности перевести его в удобное, безопасное и защищенное для него место. Самостоятельное при этом движение пострадавшего ни в коем случае недопустимо. Первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте ранку и начните энергично отсасывать яд ртом. Кровенистую жидкость периодически сплевываете. А вот в случае, если мало слюны или есть раны на губах или во рту, перед отсасыванием яда следует набрать в рот немного воды. Вода все-таки как-никак разбавляет яд. Проводить отсасывание необходимо беспрерывно в течение 15 минут. Это позволяет удалить из организма пострадавшего от 20 до 50 процентов яда. Для человека, оказывающего помощь, отсасывание яда не опасно, даже в том случае, если во рту у него есть раны или ссадины. И при необходимости пострадавший должен отсосать яд самостоятельно, если нет партнера рядом, нет человека, который может оказать эту помощь. Далее, рану нужно продезинфицировать и наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически придется ослаблять, чтобы она в свою очередь не врезалась в мягкие ткани вашей конечности. Для того, чтобы замедлить распространение яда в организме, необходимо ограничить подвижность пострадавшего органа. То есть, например, при укусе в руку ее нужно будет зафиксировать в согнутом положении. Такая же история будет и с конечностью, например, ноги. Если укус был туда, точно таким же образом необходимо ее зафиксировать в согнутом положении. При укусе давайте пострадавшему как можно больше чая, бульона или воды. Это будет способствовать выведению яда из организма. А вот от кофе, как от возбуждающего средства, лучше отказаться напрочь. Далее, постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, транспортируя его при этом на носилках. Не должно быть такого, чтобы он сам передвигался. Только на носилках переносить пострадавшего. А вот адрес ближайшего травмпункта вам подскажут уже по номеру единого вызова экстренных служб. Это, естественно, номер 112. А вот в случае необходимости обязательно проводите продолжительное искусственное дыхание и массаж сердца. Это понадобится в том случае, если у человека будет какой-то болевой шок, либо яд настолько быстро начинает уже проникать в его организм, что у него не прощупывается пульс, либо отсутствует дыхание. Делайте искусственное дыхание и массаж сердца, при этом до этого вызвав себе медпомощь, и до приезда медиков вы продолжаете делать искусственное дыхание и массаж сердца. Существует простая мера предосторожности, применяющаяся жителями тех местностей, где обитают ядовитые змеи. Например, есть такой лайфхак. Можно ежедневно обмазывать порог своего дома горчицей. Это метод всех егерей, которые живут в лесу, всех лесников, которые часто бывают, так сказать, на территории ядовитых змей. Дело в том, что горчица для пресмыкающих очень чувствительна, и она никогда не перелезет в то место, которое обработано горчицей. Не всегда этот вариант спасает, но как лайфхак, я думаю, можно использовать в любом случае. Серьезное внимание следует уделять своей одежде. Для похода в лес, в котором обитают змеи, у вас должны быть на готове сапоги на толстой подошве, либо берцы также на высокой подошве. Укус змей довольно болезнен, но, как правило, не смертелен, и обычно больные выздоравливают через 3-4 дня. За многие десятилетия в нашей стране известно всего несколько случаев гибели людей, укушенные змеями. Но и здесь причиной смерти может быть не сам укус, а его неправильное лечение, либо неоперативное обращение в учреждение. Современная медицина использует совершенно иные, вполне эффективные приемы, первые помощи и лечения, которые сводятся к щадящей терапии. После укуса змей следует немедленно приступить к отсасыванию яда ртом или, если это по каким-то причинам невозможно, кровоточащие десна, повреждение слизистой оболочки рта и т.д. к отжиманию яда в течение 5-7 минут. После этого нужно придать укушенные конечности неподвижность, фиксируя ее с помощью тут же изготовленных шин, уложить пострадавшего на носилки и доставить в стационар. Пострадавшему от укуса змеи в основном прописывают постельный режим. Обильное горячее питье к рукам и ногам прикладывают грелки, вводят успокаивающие и препараты, поддерживающие сердечно-сосудистую систему. В тяжелых случаях хорошие результаты дает струнокапельное переливание крови. Но самое действенное лечение заключается в подкожном введении 30 мл концентрированной противозмейной сыворотки. Именно в этом грамотной первой помощи, быстрейшей отправке в больницу и квалифицированном стационарном лечении – залог выздоровления при укусе любой ядовитой змеи. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Существует ли какой-то лайфхак, совет или способ, как самостоятельно выбраться из задымленного помещения и при этом не заблудиться? Хороший вопрос в том плане, что его используют и сами сотрудники газодымозащитной службы, то есть пожарные, которые работают в дыхательных аппаратах. И также этот метод, про который я сейчас расскажу, как не заблудиться в задымленном помещении, может помочь обычному человеку в случае эвакуации, в случае задымления помещения, в котором он в данный момент находится, к сожалению. Это называется метод правой-левой руки. Как это работает? При входе в непригодную для дыхания среду все газодымозащитники, то есть все пожарные, они идут с цепкой. То есть это как минимум три человека. Они идут друг за другом и проходят они, опираясь на несущую конструкцию. Например, заходят в квартиру, и чтобы в ней не заблудиться и не потерять друг друга, все идут, прижимаясь, например, к правой стороне. И по правой стороне обходят все стены помещений. Тем самым, во-первых, пожарные могут легко найти пострадавшего, который находится в помещении. Во-вторых, не заблудиться в поисках того же пострадавшего. Ну и в-третьих, самостоятельно выйти на поверхность без каких-то там последствий и проблем. То есть даже если вы во время там пожара в вашем торговом центре, квартире, в доме, неважно где, начинаете терять ориентир, вы не понимаете, где выход, используйте метод правой-левой руки. То есть этот может быть такой же метод по левой стороне обходить. То есть вы обходите все помещение, всю комнату по правой стороне, и вы обязательно наткнетесь на выход. В случае хаотичной ходьбы, хаотичного движения, вы можете просто-напросто закрутиться, забегаться и так не найти выход, когда вы будете бегать из стороны в сторону. Поэтому самый эффективный метод – это метод правой-левой руки. Всегда помните о собственной безопасности, приходя в лес. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова